ребятки всем привет ну сегодня хочу вам немножко поболтать рассказать о в общем то о том как я ходил в больницу что я ходил в больницу ничего серьезного меня просто замучили руки мои которые ну трескаются шелушатся понятно что я каждый день чищу да там всякие овощи режу готовлю мешанку для живности своей все-таки там что-то делаю по участку там хожу еще что-то вот ну такого не должно быть и потом у меня правая нога тоже какое-то затвердение на подушечках кожи началось и большой палец ноготь как бы уплотненный такой стал и цвет изменился я подумал что мне какую-нибудь грибковое заболевание я записался через госуслуги на прием в нашу областную кожевин диспансер вот пришел на прием мне посмотрели но по рукам сказали что либо это какое-то аллергическое либо это сухость надо размягчать кожу мазать в общем не салициловую мазь прописали и лакодерм какой-то крем в общем смешивать их и мазать каждый день на ночь руки вот и противоаллергические таблеточки прописали забыл как называется по одной таблеточки 10 дней на всякий случай вот и на отправили меня на понедельник а я был в пятницу на понедельник на соскобы дали баночку маленькую ногти состричь на ноге и соскобы со стоп возьмут приехал я на утром на соскобы вот эти все сделали сдал поехал дальше работать кстати руки начал мазать каждый день и как-то получше становится вроде но я пензой немножко почистил вот это затвердение мозольки сухие вот и приехал в четверг на прием как раз анализы готовы все она сказала что грибковых никаких заболеваний у меня не обнаружено но на стопах обнаружены дрожжи то есть но я и сразу сказал я вам забыл объяснить что бывает когда я поем много мучного или какие там заварные пирожные трубочки там с кремом плюс я там сладкий чай или какао выпью какой-нибудь на ночь да вот ночью мучное покушаю плотненько на ночь то утром у меня могут хлюпать уши вот так я делаю меня там хлюпает то есть она сказал я говорю я понимаю что это дрожжи дрожжи в организме она говорит вам необходимо обратиться к эндокринологу я и сказал что я когда начинаю менять свой рацион для снижения веса то есть убираю картофель муку и сахар вообще то меня сразу начинается похудение легко у меня проходят руки в общем-то не шелушатся уши не хлюпают как бы я себя лучше чувствую она говорит вам необходимо обратиться к эндокринологу соблюдать диету если вы видите разительные отличия такие а и выявлять в чем причина возможно это пред диабетные симптомы то есть но с учетом того что у меня у папа был диабет на 2 типа не инсулин зависимый плюс у его двое двоюродных сестер 2 тоже был сахарный диабет 1 даже как бы ослепла на фоне сахарного диабета а 2 была инсулин зависимая то есть у меня предрасположенность по генетике так понимаю есть плюс у меня в детстве было еще со диатез два раза там меня мазали этой зеленкой я сладкоежка ярый вообще такой был особенно по детству по юности я сейчас понимаю все это пинок со вчерашнего дня я уже во первых надо переучивать чтобы я вот утром я утром кушаю всегда выхожу на работу я шаурму себе одну заказываю вот я кушаю в 12 часов на весь день шаурма у меня с собой у меня вот мандаринчик 2 яблочко айва свежие свои вот иногда орешки курага чернослив тут поклевываю лежат все время когда очень хочется и приезжаю вечером уже я кушаю то есть я не завтракаю дома ничего не пью ничего ничего и пью воду все время а вечером я себе отвариваю там пельмешек 250 г я взвешиваю пачку делю на 3250 грамм чтобы одинаково получалось как раз ни много ни мало получается развариваются они вот и вот вчера съел баночку консервированные кукурузы открыл без хлеба ел ну я доел я выпекал пиццу такое тонкое тесто там колбаска майонез кетчуп был сыр грибочки шампиньоны свежие нарезал огурчики маринованные вот я ее покушал все доел больше не буду в общем сейчас буду исключать я категорически все напитки сладки вообще все вот надо покупать начинать кисломолочку пить я вот пельмешки со сметаной кушать буду только на ужин я съедал пельмешки и потом что-то догонял 100 булочками разными ватрушечками пирожками какими-то выпечку в общем кушал набивал желудок там чипсики мог поклевать семечки погрызть сейчас я вот буду приезжать съедать вот эту порцию пельмешек там или что-то еще можно буду готовить гречку варить начну сейчас буду гречку кушать с чем-то с колбаской сырочком там или с мясом вот то есть переходить на такую безглютеновую в общем стараться пищу убирать максимум меч мучное сахар и картофель ну картофель как таковое вообще не ем вот хотел с вами поделиться что будьте внимательны если вы вроде едите немного вы поправляетесь вот тогда у вас какие-то проблемы с кожей начинаются возможно у вас дрожжи возможно что-то нарушение пищеварения или сахарный диабет возможно если был у кого-то из родственников возникнуть особенно сейчас так переедают часто все едят этот фастфуд эти булки всякие ну понятно очень дорого кушать что-то без хлеба потому что не наедаешься ну и переедать тоже вредно я знаю что вредно переедать прекрасно знаю какой результат я добиваюсь когда исключаю все это сложно себя смотивировать но теперь я себя мотивирую у нас я маме вчера еще тоже сказал заезжал к ней она мне кстати носки за штопала пятки протерлись я и отвез она мне связала новые пятки пришила их вот но я и отвезу я забыл попросить резинки вшить чтобы это манжеты у меня спадывает спадывают носки и у нас под нами жила баб тома с детгеной небо потом поставили сахарный диабет у второго типа тоже на таблетках и диету она сразу она была полненькая такая она сразу начала придерживаться диете она похудела хорошо так похудела вот кушала все но в меру по чуть-чуть прям вот прям вот следил за едой молодец я маме говорю вот баб том молодец и вчера сказал вот я буду соблюдать тоже диету теперь обязательно раз все врачи сказали что ну все уже андрей организм не переваривает столько еды сколько ты раньше мог съесть она у тебя сгорала как в топке сейчас это уже не сгорает в топке и вот было вылазит по бочкой такой вот кожи на руках уже на ноге кожа начинает уплотняться и деформироваться вот эта кожа вот это такие твердые такие наросты мозоли сухие в общем прописали мне крем прописали против дрожжей вот эти флюконозол 10 дней хотя бы пропить чтобы снять обострение но я вот 10 дней пропью и буду менять уже рационы в общем то дальше я пить не буду их и надо будет мне записаться к эндокринологу я не знаю найти где у нас нормально специализируется по эндокрин эндокринологии поликлинику какую-то вот и туда надо записаться сходить ну сдать анализы какие-то чтобы не специалист тоже сказал направил куда-то правильное русло вот возможно какие-то анализы сдать нужно чтобы увидеть общую картину состояния организма в общем такие дела поболтал с вами поделился информацией слежу за собой да уже уже задумываешься о своем здоровье